Доброе утро! Сегодня 3 апреля, мы в офисе 1580 традиционно узнаем, что произошло хорошего и плохого за выходные. Доброе утро, Сергей! Доброе утро! Расскажите, что хорошего? За прошедшие сутки у нас поступила информация о четырех чрезвычайных происшествиях. Первый на остановке Богдана Хмельницкого в микрорайоне Левада, сбит пешеход 26 лет, с травмами направлен в травмпункт. Второе ДТП по улице Седной в районе Парка Вечного Огня. Велосипедист сбил ребенка. Травмы не были серьезными, если ребенка не было 4 года. Тоже доставлено в больницу. И по улице Южной появилась вчера информация на площади 500 квадратных метров в Горелка Мыш. То есть пожарники дали нам информацию о неосторожном положении злодным. Мы прекрасно понимаем, что это уже жители частного сектора, как я думал, проводят субботники и выносят мусор. Скорее всего, что где-то в этом районе подпалили костер и оно перебросилось на такую большую площадь. И вчера в 12 часов ночи поступила информация о ложный вызов. На Боленко, 16, подъезд 4 был обнаружен бесхозный черный чемодан. Вызывали мы туда опять же все наши экстренные службы. Проверяли информацию, что не было там никаких взрывных устройств. К счастью, вызов показался ложным. По коммунальным службам сегодня будет аппаратное совещание у зама мэра. Будем уточнять информацию, которая у нас сложилась с Полтавагазом. Надеемся, что их представители будут. Потому что два дома, которые у нас по обрывам трубопроводов до сих пор стоят. В Великатырновской 20, у меня информация, что он стоит с начала февраля месяца. Европейская 24-42 с 29 марта. То же самое, что и было. Обрыв трубопровода, Полтавагаз отказывается выполнять работы, пока ЖЭП с ними не заключит договора. Сегодня по погоде нам обещают уже значительное потепление. Днем до 20 градусов тепла. Ночью плюс 6, плюс 8. Я думаю, что если у нас такая тенденция наблюдается, то в ближайшее время мы будем уже проводить работу по поводу отречения отопительного сезона. Люди обращаются без сих пор, да? Да, заявок очень уже много. В принципе, что на этих выходных было ощутимое потепление. Поэтому мы уже можем говорить о том, что скоро мы выключим отопление. Хорошо, спасибо вам большое за информацию. До завтра. Всем хорошего.